видно и слышно как я под стол наклонял добрый вечер я психотерапевт александр данилин и у меня нет особых объявлений и я надеюсь что мы поговорим поговорим немножко сегодня о загадках бреда потому что вряд ли мне получится все сказать что хотелось бы сказать по этому поводу ну и конечно главным героем сегодня будут мысли жака лакана я к нему неравнодушен не подумайте ничего плохого просто он был элегантный как рояль и абсолютно непонятный и тяга к лакану у меня как тяга ко всему загадочно я временами почитываю лакановские среды наедаюсь наедаюсь двумя тремя пятью абзацами и отваливаюсь от удовольствия так что не знаю хотите можете воспользоваться моим примером все прочитает практически невозможно этому надо посвятить жизнь так вот лакан 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 понятно почему потому что свои исследования медицинские он начинал с исследований бреда первая его книга была посвящена бреду и в конце концов в конце жизни он пришел к одному выводу на котором и о котором я и хотел поговорить да он сказал вот он он сказал что любое знание есть параноидальное расстройство я сегодня если позволите не буду углубляться в терминологическую специфику и не буду говорить чем паранояльные расстройства чит чистый бред отличаются от параноидальных с галлюцинациями и псевдогаллюцинациями в общем не буду погружаться в специфику а поговорю вокруг вокруг этого лакановского убеждения ну как мне лично кажется нам она подвину я его что ли немножко вот так что в диалог есть на самом деле это утверждение что любое знание знание очень много зависит от того что мы называем знанием но лакан предполагал что знание есть твердая убежденность в этом самом знании сделанных тобой выводах и вот эта твердая убежденность сделанных выводах независимо от того где эти выводы сделаны в области физики или в области психологии например они они все всегда оказываются бредом и конечно я должен вас предупредить что все что я скажу сегодня тоже может оказаться бредом и да примерно то же самое о себе по телевидению по крайней мере говорил и жак лакан нам вот этот вывод простой должен быть хорошо известен ну во первых потому что мало чем отличается от любимой фразы сократа иногда это все что мы знаем про сократа о том что он да говорил я знаю только то что я ничего не знаю декарт считал что вот это вот это я знаю твердая убежденность вот я знаю мне изменяет жена из-за этого все мои неприятности это отсутствие знания то есть это не есть мышление это некая форма смерти потому что когита иргусум я мыслью следовательно существую так вот основным инструментом и признаком мысли декарт во все времена и во всех своих трудах считал сомнения способность сомневаться ну и действительно если у нас с вами нет сомнений то мысли то зачем вот ведь в чем вся извечная проблема но я уже не говорю о том что да вот страшную штуку покажу разобью же это гигук или хурба ну в общем помесь и того и другого ритуальный ритуальный нож ритуальный топор тибетском буддизме ну и справедливости ради не только в тибетском в общем да и об этом очень подробно не будем это нож для смотрите отсечения неведения человеческого что это такое это нож для того чтобы получить знания да только знание особые особого рода и это лекарства от бреда лекарства от тех знаний в котором человек в которых человек убежден это их надо отсечь с помощью целого ряда ритуальных ножей и да в том числе многие спрашивают там у вас холодное оружие это не холодное оружие это масонские мечи и для масонского посвящения которые у меня за спиной висят я не масон меня никогда не посвящали но это мечи которые тоже призваны отсечь неведение некоторого рода они в общем по своему дальние родственники того же дикуга который я вам перед которым я перед вами трясу конечно это знание которое у нас есть она посеусторонняя она действует в этом мире и на самом деле определяет человеческую неведение если хотите да в индуизме это нож для отсечения майи вечных иллюзий человеческий да поэтому собственно я их одержу не напоминают о том что сомнений декарт в сомнении да очень тяжелая форма напоминания в том что даже своих словах всегда надо сомневаться а что такое бред это собственно говоря психическое заболевание остановка мысли отсутствие сомнений и вот тут начинается важное интересное поскольку мы же хотели поговорить вроде как об не только об леди вообще но я бы по хондрии тоже и вот тут самое главное бред у вакана проходит через тело и реализуется в теле как и вообще всякое событие не удивляйтесь я часто здесь говорил о том что собственно говоря бред это человеческая попытка почувствовать собственную значимость правда много раз говорили об этом о том что вообще все то что называют психическими заболеваниями связано с невыносимостью жизненной ситуации и уходом до попыткой уйти из мира реальности который создает эту невыносимую ситуацию в мир воображение окончательно сбежать туда чтобы там постоянно ощущать свою значимость ну вот что я собственно хочу сказать я хочу сказать что давайте задумаемся о некой действительно бредовой значимости то есть когда человек достиг вершины власти или вершины знания и отныне у него есть полное ощущение что он знает истину познавать ему больше ничего сомнений у него никаких не осталось что хочет что что этот человек в результате внутренне по своему внутреннему посылу хочет получить ну я я имею ввиду не какие-то там психоаналитические сложности боже меня упаси я имею ввиду как да римский цезарь или со щитом или на щите вот как бы ну каждое его слово каждому его слова прислушиваются он может больше ничего не делать ни о чем не мыслить он может оставаться в неподвижности а все вокруг так как это предел да маразм значимости а все вокруг непрерывно бьются лбом о пол или да не непрерывно кланиваются стоят на коленях как какой-нибудь арабский султан когда да когда его проносили над толпой на носилках что он получает в итоге смотрите некую телесную неподвижность он наслаждается вниманием и может застыть в неподвижности практически как мертвые или как эмбрион малейшие его желания выполняются стоит ему пошевелить пальцем и дрожание его левой икры есть великий признак человек хочет некоторого идеала телесного покоя и идеала власти в котором вся реальность вокруг него ему послушно выполняет его желание ну в реальном мире это невозможно конечно в каком-то таком окончательном виде но представить себе это все достаточно несложно вот все до шар который лопнул все больше внимания все больше слуг все больше кланяющихся людей понятно что в реальности каждый человек до думает что-то свое каждый из приближенных к телу императора но понятно что это полное застывание невозможно однако я хочу сказать что это вот эта позиция меня носит на руках на носилках на щите эта позиция все равно ведет человека власти к телесному наслаждению огромный дворец принцесса на горошине в общем тут можно очень много о чем вспоминать и о чем рассуждать я хочу сказать что тут есть какие-то необыкновенно важные и опять вот чисто лакановские вещи ну право маленький ребенок требует материнскую грудь он кричит а лакан говорит о фундаментальном несовпадении между речью между вещью простите и языком есть фундаментальное совпадение несовпадение между грудью который хочет ребенок и которую он представляет себе как часть собственного тела еще не очень младенцем отделяя себя от матери но его крик может означать на самом деле крик младенца разные вещи ну например ему мокро да или или наоборот ему неудобно лежать с пеленутым и он мучается возникают всякие разные недоразумения ребенок кричит от голода мать думает что ему холодно ребенок кричит от того что ему мокро мать тащит его груди есть разрыв между словами с помощью звуками с помощью которых я хочу получить желаемое и крикам ну лакан говорил что ну чтобы туда не провалиться что но сказать то я должен что требование это надрез означающего объекты делятся на означающее и означаемое ну как правило означаемое в нашем примере это грудь означающие крик лакан утверждает что всю дальнейшую жизнь мы пытаемся присвоить себе разные всякие объекты трансформируя их с помощью речи и все объекты которые мы хотим мы не можем до конца правильно назвать описать и в результате рождается то что лакан называл объект а объект а это тот галлюцинаторный образ который находится между объектом в реальном мире и его значением и подлинным объектом ну да вне всякого сомнения гикук это гораздо более сложный объект а не можно собственно самому рассказывает часами его мифологическом значении ритуалов с ним связано но я в связи с темой которые мы сегодня заняты выделяю какую-то часть его значений и приписываю ему эти значения как скажут истинные специалисты по буддизму не совсем корректно это дело а видите как похоже когда я говорю надрез майи я имею ввиду почти то же самое что имел ввиду лакан под словом означаемые то есть большинство из нас да собственно все не могут до конца выразить словами чего они хотят и и мы трансформируем видоизменяем реальные объекты внешнего мира в некую ментальную абстракцию если хотите в галлюцинаторный образ именно этот образ мы называем объектом желания буновель этот смутный объект желания если не видели посмотрите грудь я вырасту и снова захочу грудь она будет иметь совсем другое значение она станет объектом наслаждения но грудь которую я буду требовать посредством слов или криков это галлюцинаторная грудь желания потому что когда я мужчина доберусь до реальной же груди женщины которую я так и желал я как правило да получу вовсе не тот объект который о котором я столько времени мечтал томился и стремился к нему это и будет объект а можно их прямо так лакан прям так и говорил грудь и желание не грудь как реальный объект о которым мужчина там моего функционирования проблемах болезнях и всем остальном знает очень мало что еще важно да все 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 желаемое мы оцениваем некоторые меры и наслаждение которую которую она принесет власть над людьми относится к этим нашим вполне галлюцинаторным желанием потому что мы представляем ее свою власть всякий раз немножко другим способом чем чем она отливается выливается в реальной жизни лакан совершенно не говорил о духовном но зато он очень много говорил о теле и это для нас важно по той простой причине что смотрите мы начинаем или пытаемся плавно приближаться к действительно вечной и древней проблеме которая называется проблемой эпохондрии последнее что скажу про лакана лакан утверждал что наш образ тела нас как целого он формируется у ребенка при первом взгляде в зеркало вообще при контакте зеркалами ну что этот образ тоже галлюцинаторный мы видим не столько себя а видим себя такими какими мы бы хотели выглядеть как я сейчас пытаюсь увидеть себя в эту камеру таким каким я хочу выглядеть они таким каким наверное видите меня вы а дальше он утверждал что поэтому у человека представление о теле как о чем-то целом не существует мы для нас тело это отдельные его части ну не знаю у меня всю жизнь и за почек мешки под глазами и я я сейчас перестал в общем когда-то я довольно болезненно на это реагировал я ощущал себя как часть да и отсюда встает часть вот как грудь ребенок хочет грудь присваивает ее себе и потом ищет грудь вот в разных объектах своих коллекций да ты просто древняя фигурка беременной беременной венеры неолита я ее показывал уже я просто говорю что правда вот я люблю ее показывают держать в руках в некотором роде я искусственник да в некотором роде это та самая галлюцинаторная грудь которой мне так не хватало я ее ищу во внешнем мире но не всю маму я ищу часть которая доставит мне радость наслаждение всякого разного рода вот такие объекты частичные доставляющие радости наслаждения человек может искать внутри внутри собственного тела ну например в какой-то момент меня перестают раздражать мои собственные мешки под глазами и я их для этого как-то отмечаю правда ну не знаю как бы у врача у пожилого врача должны быть усталые утомленные очи вот и поэтому мешки под глазами только только помогают это значит создавать это ощущение я хочу сказать что отдельные проблемы моего тела мне нужны потому что они отчасти смотрите вы же услышали это в моей речи правда они отчасти придают мне значимость а как это выглядит с точки зрения уже условного телесного бреда то есть ипохондрия что такое ипохондрия ну обычно это постоянная тревога или по поводу возможности заболеть одним или нескольким соматическими заболеваниями или восприятие обычных телесных ощущений как ненормальных неприятных предположениях о том что этот человек болен ну самая наверное известная картина изображающие поход брика это мнимый больной анародомия удивленный лекарь видимо ничего не находит больной продолжает жаловаться там я даже не знаю кто-то с клизмой наверное на всякий случай скристи помогает от всех болезней как известно при этом зачем был нужен весь предыдущий именолог чаще всего ипохондрик это человек знающий он точно знает какое у него в кавычках на самом деле заболевание но степень его убежденности раз от разу меняется от раза к разу и собственно он может считать наиболее вероятным то одно заболевание то другое ну в наше время да конечно ипохондрики чаще всего болеют ковидом и раком это понятно вот ну конечно же для того чтобы говорить об ипохондрии у человека нужно чтобы нужно чтобы он был обследован и врачи были точно уверены что у него нет тех болезней которые он находит сам у себя вот и конечно это наверное тоже общеизвестный факт и я не буду тут совершенно оригинален потому что скажу что ипохондрия очень часто сопровождала великих и известных людей ну я думаю возможно вы все это знаете ну вот одним из типичных примеров является чарльз дарфин не 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 удержался чтобы доставить себе удовольствие взять именно этот рисунок великий биолог создатель эволюционной теории 40 лет вел подробнейшие дневники о своих несуществующих болезнях болезнях ну правда он вел их 40 лет я с вашего разрешения не буду их читать если вы захотите вы найдете эти материалы что тут не так со значимостью один из величайших одно из величайших имен в мире правда ну конечно конечно это было не совсем так те же 40 лет что он вел дневники там чуть меньше он собственно говоря писал свой труд о происхождении видов его идея несколько раз за много лет до него там эдгар уоллес и так далее и тому подобное более кратком и менее убедительном виде опубликовали свои теории эволюции когда происхождение видов вышло оно получило конечно колоссальную популярность ну и колоссальную критику популярность была связана с тем что конечно конечно модно в те годы атеистическое мышление нашло колоссальное подтверждение в том в том в той области знаний в которых которые таких подтверждений до того момента не было и царствовала библия но с другой стороны другой раздел ну и обезьяна из них самая-самая нежная и милая то есть как вам сказать эволюционная теория ведь и по сей день является гипотезой никем до конца не обоснованной и вот этого состояния застыть удовлетворенным своей истине дарвину ну никак не давали как он не старался сколько бы людей не приходило к нему на поклон поток критики руганий все равно был больше ну или по крайней мере равен количеству похвал ну кто еще из известных марсель просто он внизу сидит до стоят стоят его однокурсники один из них смотрит это люсьен даде сын альфонсо даде смотрит на него просто влюбленным взглядом ну насколько я знаю никакого романа у них не было но тем не менее тем не менее это были нежные дружеские отношения давайте скажем так а тоже погружаться биографию просто я не могу и хотя его роман после публикации первого тома многие считали великим но на самом деле особенно бульварная публика считала его в редкостном зануды и которого невозможно читать и он написал гигантское количество писем о своих болезней о своих болезнях и о том что он ближайшее время должен умереть ну и там между прочим кроме кроме всяких вот пустов герман милл вилл пользовался автор мобедика удивительные кстати говоря книги то он вообще ведь автор текстов о мистике океана о мистике потусторонней жизни в котором царствует великий белый кит писатель он был глубоко мистический мобедика закидали тухлыми яйцами но 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 и вообще всегда в процессе писания он отмечал что никак не может это свойственно многим из нас никак не может осмелиться начать считает что недостаточно талантлив для тех тем которую он сам поднимал и бесконечное количество писем о своих собственных болезнях ну там в списке ипохондриков включают бог знает кого например шарл шарлота бронте которая по всей видимости не было никаким ипохондриком и была больна туберкулезом ну в общем можно можно только на одной этой теме можно дойти до какой-нибудь крайности однако я пытаюсь сказать что у людей которые что-либо делали всегда было чувство недостатка собственной значимости и ипохондрия телесные проявления телесные проявления фактически оказывались заявлениями о том какой именно какой именно какого рода значимости этим людям не хватало телесными заявлениями ну да видите тут образуется телесная галлюцинаторная значимость мнимая болезнь становится объектом а ну да это очень просто потому что когда я болен и это между прочим частая такая вещь которая случается в семье да кто менее больной тому в магазин ходить полы мыть что там да неважно вещи разбирать в общем короче говоря мы часто соревнуемся кто более больше болен и рот полезней всегда сообщает очень многие вещи да ну например когда я жалуюсь на боли в ногах а у меня нет ну для этого каких-то объективных оснований то это означает что я да за меня надо ходить ну там как правило куда не знаю в магазин в аптеку в ЖЭК как сейчас это называют в общем короче говоря я я могу ходить только по телефону а ногами ходят там не знаю жены мужья дети подчиненные или или кто-нибудь еще а есть много сейчас мы к этому вернемся скажем таких загадочных болей в животе ну это да прямая прямое сообщение о том что человек эту жизнь не переваривает и в общем ну ну просто очень хочет чего-нибудь вкусненького это вкусненько означает означает некую форму детского вполне наслаждения правда это не хочу это мне нельзя от этого у меня болит и это я не выношу это конечно простые вещи ну правда простые когда человек создает из тела галлюцинаторный объект я вот думаю иногда вы никогда не задумывались о чем думал наполеон когда стоял в своей знаменитой позе заложив руку за обшлак плаща что любят повторять наши военные начальники я помню как у меня в студенческих военных лагерях наш старший лейтенант сходил в плащ палатки на холмик небольшой так стоял задумавшись о чем думал наполеон я думаю о бабах да правда не о битве поверьте мне эта поза она не дает возможность думать о битве он был погружен в мечты ну скажем о императорской власти что дает императорская власть ну да да много женщин ну я сейчас я же пытаюсь правда скользить по верхам и поэтому сама по себе поза всегда многом сообщит потому что чем мы отличаемся от наполеона если вы встанете в эту позу уважаемые господа мужчины я думаю вы это прекрасно почувствуете а поэтому собственно в ипохондрии ничего удивительного нет просто да да лечить ее вот увы практически невозможно не пугайтесь несколько удивление простых советов я сейчас дам как бы почему невозможно ну потому что это форма создания собственной значимости со знаком минус создание этого самого объекта а в собственном теле это это кстати говоря подтверждается тем о чем я сегодня глубоко тоже просто не успею рассказать но на самом деле есть еще правда психотическое бредовое ипохондрия это когда болезни не существующие в человеческом теле приобретают характер мании величия я внутри весь гнилой я гнию на ходу не 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 фигурально в прямом смысле из меня сыпется труха и все мои внутренние органы вываливаются вот видите кроме того органы внутри человеческого тела могут приобретать форму всяких разных чудовищ драконов змеи пришельцев и да ну может быть вы слышали это слово такие боли или такие переживания в психиатрии называют вычурными болями но на самом деле это тоже тот самый предел значимости помните с чего мы начали с того что это умирание вот это когда у человека есть ощущение что он знает истину то же самое касается некой истинной о себе я уникален потому что я болен непростой болезнью уникальной неповторимой это меня выбрали пришельцы для того чтобы зашить мне в живот свои яйца ну да тут фильм чужие он просто очень помог по всей видимости но тем не менее я говорю о реальных текстах реальных переживаниях если пришельцы зашили мне в живот яйца то я уникален вокруг меня должны собираться толпы правда для того чтобы как то как то как то меня изолировать в любом случае я должен становиться невероятно значимым объектом потому что если не дай бог эти пришельцы из меня вылезут то я то умру обратите внимание но и вы будете заражены этими самыми страстными личинками и поэтому да я всегда говорил гигер создатель образов чужого да был редкостным апохондриком и поэтому собственно говоря чужие и по крайней мере их образы это модель бредовые ипохондрии да но смотрите механизм тот же самый помните мы говорили для того чтобы призвать мать грудь нужно создать галлюцинаторный объект поскольку реальная грудь она уже не даст такого такого удовлетворения чувству значимости то я вынужден создать некоторую галлюцинацию с помощью которой я эту значимость получу выбью из окружающих и ну в общем все равно они обращают на меня внимание даже докторам такие замечательные случаи интересные кстати о докторах ну да наверно надо обойти эту тему корректно но на самом деле особенно современная медицина это средства продуцирования ипохондрических расстройств тело нашим людям сегодня очень дорого тельца это единственная вера которая у нас осталась мы не только в России вообще мы создали культ здоровья ипохондрию здоровья когда человек лечится да вот болезней которых у него нет и он это знает на всякий случай чтобы не заболеть сколько липовых абсолютно лекарств для профилактики того же ковида мы наштамповали я уж не говорю там в общем это только стоит начать то до лекарств по профилактике ковида был тяжелый бред с герпес вирусом людей калечили просто поскольку герпес вирус это в общем естественный носитель мы носим эти вирусы в обязательном порядке только при там специфических формах ослабления иммунитета они дают патологию как бы психиатры за пять минут ставящие диагнозы назначающие за те же пять минут таблетки пожизненно со сдвинутыми бровями сообщающие из-за какой-нибудь ерунды что вы больны неизлечимым заболеванием платные клиники засыпанные дипломами у меня верная примета чем больше дипломов на стенах тем да при входе в клинику тем хуже вам помогут и тем больше денег с вас возьмут как возьмут денег ну сдвинув брови трагически и сказав это может быть очень серьезно и и отправив вас на кучу всяких разных обследований хотя бы в части которых вы живой человек найдется найдутся обязательно какие-нибудь отклонения в общем это наверное тема для отдельной лекции всего и не перечислишь но учтите это наверное самое страшное что есть сегодня в медицине надо создать больного сделать его сформировать чтобы при этом чем человек более здоров изначально до начала лечения тем важнее из него сделать больного потому что ну можно особо не беспокоиться понимаете о чем я говорю ну он здоров поэтому пусть и годик походит полечится ну второй ну там там сколько раз я говорил что тревога нормальное свойство человеческого организма обещал сказать пару слов о лечении попробую я конечно да да так как вообще все те болезни которые приносят человеку вот эту дополнительную негативную галлюцинаторную значимость они не лечатся да потому что пациент не хочет он не хочет лишаться значимости он сидит целый день мама недавно одна рассказывала читает материалы про по ковиду все больше и больше убеждаются что на улицу выходить нельзя работать не надо учиться не надо это опасно для здоровья это такой типичный пример ипохондрии и здоровья будет он лечиться нет он нашел оправдание собственному бездействию нашел как истину то есть как бред нет но тем не менее иногда не всегда подчеркиваю я но иногда и это важно иметь в виду ипохондрия как бы оказывается не совсем ипохондрия и вот в чем фокус наверное многие из вас может даже тот написал я сегодня не читал пытаюсь за час что-то такое сказать кто-то из вас знает что ипохондрия в переводе с греческого означает подреберье вот в строгом переводе подреберье или то что находится под нижним чаем под нижним краем хрящевых ребер а находится там печень желудок селезенка желчный пузырь почему греки назвали эту болезнь так почему они считали ее находящиеся где-то вот тут в районе диафрагмы в общем на самом деле все очень просто ну представьте себе что вы прищемили палец дверью знаете как больно да а вот если человек только не смейтесь вроде бы такая тема серьезная а вот если человек всю жизнь сутулится и не работает всерьез со своим кифоскалиозом он начинает сдавливать да как раз то самое подреберье вместе со всеми этими органами и кровеносными сосудами он их хронически защемляет и минимальной реакцией на это является длительный спазм гладкой мускулатуры который порождает то на что чаще всего жалуются ипохондрики а на что они чаще всего жалуются это всю ту же самую тревожность и депрессию хроническую боль в мышцах и спине боли в шее страх смерти сердцебиение отсутствие аппетита пищевую идиосинкразию неприятие пищи тошноту рвоту тахикардию аритмию прыгающую неизвестно от чего температуру тела храп хроническую усталость бессонницу я все перечислил могу еще долго перечислять так вот все эти симптомы могут быть не ипохондрии они могут быть признаком того что главные органы находящиеся в ипохондрии переживают хроническое защемление а я хочу сказать что иногда есть задача очень простая заставить человека ходить прямо одно из моих любимых упражнений для меня самого помогает от депрессии несколько раз в день выходя на улицу смотреть небо у меня тифосколиоз ипохондрии нету правда но 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 я это очень хорошо знаю и поэтому иногда я фирм не знаю честное слово это никакого отношения к рекламе не имеет попробуйте купить ипохондрику независимо от его пола и возраста мягкий протез выпрямить позвоночник ортез ну не не такой как при переломах а вот мягкий чтобы спина была прямой и знаете да иногда я ж не говорю что это универсальный рецепт иногда это просто удивительно помогает а еще я не знаю может кто-то из вас знает был такой есть такой слава богу молодой итальянец его зовут Морено Конто который да выпрямил свой позвоночник и написал книгу как я выпрямил свой позвоночник она есть в сети и и удивительно прошли панические атаки избыточная тревожность а между прочим да ну это только относится к этому молодому итальянцу причиной оказался неправильный прикус и из-за него опущенная вперед голова оказывала тянущее воздействие на весь позвоночник и там там есть он создал такой сплинт под названием выпрямитель дополнительную точку опоры для челюсти в общем в общем хотите можете почитать но я опять же честно вам признаюсь я не пробовал никаких выпрямителей сплинтов для челюсти но то что факт выпрямления позвоночника иногда оказывает удивительное действие не столько на ипохондриков когда-то когда я получал образование это называлось трудновыразимые симптомы и трудно диагностируемые заболевания так вот еще тогда по этому поводу выходили в руководство и в одном руководстве по трудным симптомам где-то оно между прочим не до сих пор хранится был описан вот этот вот спазм и поэтому вам никак не могут поставить поставить диагноз попробуйте походить прямо если вы чувствуете что у вас тоже есть проблемы с ну неправильно неправильно расположенными челюстями то почитайте книжку конта и я думаю что вы там найдете себе какие-то правильные советы но самый первый из них это очень просто выпрямитесь принудительно но не стоит особых денег эти вот да это раньше линейку привязывали детям помогает просто удивительно да я всегда говорю сейчас закончу час уже прошел к позе дерева знаете вот стоя руки на ширине плеч отводите руки назад максимально насколько можно насколько какая рука в экране вот максимально насколько можно чтобы свести лопатки закидываете голову назад и 30 секунд так стоите сделаете это несколько раз в день увидите чувствуете для себя гораздо лучше вроде бы не физкультура но вот этот подсказанный еще греками ипохондрический спазм облегчается при огромном количестве колитов гастритов которые с таким наслаждением бесконечно лечит в платных центрах вы попробуйте сделать что я говорю иногда варчики открываются гораздо проще чем нам это кажется все я затянул опять как всегда пишите захотите продолжим эту тему или поговорим о вот этой самой иатрогенной ипохондрии внушенной врачами о ее разновидностях формах и о том что происходит сейчас хорошо все всем спасибо что послушали спокойной ночи пока пока